Это создание единого предприятия по транспорту, это создание единого предприятия по очищению города, потому что у нас их сейчас много. Это было бы два, то что мы предлагали на муниципальный совет и они не проголосовали. Мы предлагали их три раза и не было проголосовано. А я думаю, что это деньги, которые просто город теряет из-за того, что у нас троллейбусный парк, автобусный парк, предприятие «Зеленстрой», которое убирает парки, «Эксдруппу», которое убирает дороги, «МГФЛ», которое убирает только тротуар. Надо создавать единые предприятия, потому что больше начальников, это больше денег, которые тратятся на безрасходных. И то, что мы иногда видим, что люди из тротуаров подметают мусор на дороге, потом «Эксдруппу» должен приезжать и очищать дороги. Так снег убирают? Третье, это то, что мы начали делать, я очень надеюсь, что коллеги и будущие руководители мэрии продолжат. То, что технологизация при мэрии, потому что то, что мы нашли метелки в 2019 году в мэрии, это страшно. Людям нечем убирать. Помимо того, что они приезжают из Новых Анен и Калараша, им дают еще и метелки, и лом зимой. Вот это страшно. То, что мы закупили, это еще мало, потому что нам нужны трактора, нужны машины, нужны те же пылесосы. Парки должны быть, как мы поставили в Штефан-Челмаре и Ригаре автоматы. Так должно быть во всех парках, чтобы мы не видели эти трактора с шлангами в парках. То есть это было бы три приоритета, которые срочно нужно делать. И я бы продолжил по детским садам и вообще по то, что касается институции Демвадземент, потому что это будущее. Я это говорю, как и отец. У кого есть дочка, которая ходила в муниципальный детсадик, который ходит в государственную школу. И это будущее. Я это чувствую не как бывший в Рио Мэра, а как отец. То, что мы слышали всегда, вот эти лозинки, что дети – это будущее. Я показал, что это должно быть на практике. Потому что когда у тебя туалет на улице, то ты уже не о будущем разговариваешь. Или когда у тебя течет крыша, то же самое. А пятое? Я боюсь этого слова, потому что это не модно. Но без людей ничего проделать нельзя. Без людей. Я бы, наверное, более жестко пошел по обрезанию рук тем, кто ворует. И больше бы мотивовал людей, которые работают. Потому что в мэрии есть очень хорошие люди, которые работают давно. И меня не интересует, из каких они партий. Я им это сказал с первого дня. Но они не были вовлечены в процессы. И вовлекая людей в процессы, только так можно изменить все. Мэрия должна быть реформирована и технологизирована. Мы не можем говорить сейчас о живом ряде в управлении архитектуры, где люди, экономические агенты или физические лица приходят и спрашивают, кто в очереди.